Девушки отдыхают Дорогие друзья, в моих руках решение вашего наставника Пелагеи. Итак, я готов его объявить. 60% Калимулина. 40% Коя. Я напоминаю, это не все, это лишь промежуточный, если так можно считать, результат. Давайте посмотрим на экран. Вот итоги телезрительского голосования. И вновь единодушное решение телезрителей и наставника. 64,6% Эльмира Калимулина. 35,4% Мария Гойя. Ну что ж, давайте прибавим, хотя, наверное, это уже лишнее. И тем не менее, общий результат таков. 124 против 75. Эльмира Калимулина. Третий финалист суперпроекта. Голос. Спасибо большое. Выдыхай и отдыхай. Это был тяжелый, друзья мои, путь для всех наших участников. Полгода назад на кастинг пришли десятки тысяч желающих, но лишь четверо из них добрались до финала. Я прошу их подняться на сцену. Под аплодисменты зала я назову героев финала. Тина Гарипова. Анастасия Спиридонова. Эльмира Калимулина. Маргарита Пазаян. Финал главного вокального проекта «Странный голос» состоится, я вам напомню, дорогие наши телезрители, 29 декабря, в следующую субботу, вот там и узнаем, кто из этой четверки может называться лучший голос страны. Девочки, ну что, в финале одни леди? Вы рады этому? Мы, в принципе, рады, что мы прошли. Мы рады, что мы прошли. Мы прошли в финал. Это большое счастье. Мы, конечно, любим наших мальчиков, которые не прошли, но я думаю, они будут дальше с нами. Мы вообще всех любим, потому что мы все очень сружились, и это правда, и не слушайте никого. У нас у всех команды со всеми, вот прям вот вместе, вместе. Да, мы очень сильно дружим все между собой и переживаем. Да, просто не представляли, как можно было выбрать из двух одного. Это так сложно? Настолько все ребята талантливые. Мы даже в самые... Не то, что между собой, мы смотрели друг на друга и сидели, вот смотрим пару, вот сидим там наверху, смотрим пару, и кто, кого? Невозможно. Настолько разные и талантливые. Все разные, все крутые. Уже вот сейчас уже такой этап, когда уже, наверное, каждый, кто сегодня ушел, он победитель, причем большой. Уже большой. Достойный. Девчонки, ну этот эфир по накалу страстей просто ошеломлял. Куда же дальше страшно представить? А вам? Нам придется просто расслабиться. Наверное, потому что если мы тоже сейчас зажмемся, это будет не очень хорошо для нас. Просто мы расслабимся и будем отдыхать на сцене. Мне кажется, что надо действительно сделать хороший концерт, потому что, думаю, зрители поняли о всех финалистках уже сложилось. Ну, уже у всех есть любимчики, но это факт. И надо сейчас просто сделать хороший, прекрасный концерт, который... А зрители уже все... Они только решают, они сделают все сами. Надо их порадовать, как бы вот так вот. Вы в шаге всего лишь находитесь от того, чтобы одна из вас назвалась «Голосом России». Вы вообще осознаете, собственно говоря, какой масштаб за этим стоит? На самом деле стопроцентное осознание оно не приходит, но сам факт того, что мы в финале, это потрясающе, потому что первый проект «Голос» действительно проект, который стоит дорогого. Мне кажется, этого проекта ждали все, все вокалисты. И он дает шанс показать всей стране, что у нас есть люди, которые поют, они знают, что они делают, и они делают это красиво, и делают в миллион раз лучше, наверное, то, что мы наблюдаем в последнее время «Голос» «Голос». «Голос» «Голос»